К новостям региона. Стой, предъяви маску. Режим чрезвычайного положения внес корректировки в работу одного из крупнейших рынков Алматинской области, Алтынорда. На территории объекта приостановлена розничная торговля. Каждый оптовик на входе должен предъявить набор средств индивидуальной защиты и заполнить анкетные данные. С момента внедрения чрезвычайного положения даже ворота рынка стали контрольно-пропускным пунктом. Однако не из прихоти, а в целях безопасности населения. Каждый покупатель должен пройти процедуру анкетирования, термометрии и иметь при себе средства защиты. Службами СЭС нашего рынка каждый день, ежедневно, вечером проводится санобработка полностью всей территории. Существует у нас радиорубка, где каждый день, каждый час объявляется непосредственно правило ведения и работы рынка в период ЧП. С момента внедрения чрезвычайного положения рынок Алтынорда опустил практически на 80%. На данный момент сюда допускают лишь оптовых покупателей. В розницу запрещено. Сделано это в целях безопасности граждан. В целях минимизации потока людей, а соответственно и контакта, вещевой сектор закрыт. Работает только продуктовая часть, да и то лишь для оптовиков. Розничная торговля запрещена до окончания режима чрезвычайного положения. На данный момент здесь работают около 2000 человек. Высокая конкуренция и систематический мониторинг властей полностью исключает необоснованное завышение цен. Особое внимание социально значимым товарам. К примеру, 25-килограммовый мешок муки обойдется покупателю от 5 до 6 тысяч тенге. Продовольственная часть на территории рынка Алтынорды работает в штатном режиме. Как завоз, так и вывоз продуктов осуществляется в полном объеме. На рынок заезжают как из города Алматы, так и с регионов. В части цен, цены стабильны. Нами совместно с отделом предпринимательства Карасайского района проводится мониторинг. Работа ведется на постоянной основе. Всего на рынке реализуется более 50 наименований продукции. По словам представителей администрации, имеющегося на складах товара хватит примерно на полгода. В связи с этим руководство рынка просит не беспокоиться по поводу дефицита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова